здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие любительницы вязальных машин когда у вас появляется вязальная машина конечно же вы пытаетесь и покупаете к ней различные аксессуары ну и многие не обходят своим вниманием робот каретку замечательная вещь как дополнение к вашей вязательной машины даже несмотря на то что у вас двухфонтурная вязальная машина очень приятно когда что-то на вас сделает робот давайте же рассмотрим достоинства и возможные недостатки робот каретки бразер сразу хочу сказать о том что вещь замечательная которая очень сильно расширяет возможности вашего творчества установим нашего робота на рельсы машины и выполним подключение шнур соединим с нашей робот кареткой теперь шнур закрепим с держателем и с нити водителем и на стойке нити водителя бразер есть специальное отверстие для этого а сзади к машине можем закрепить блок можем просто положить его на стол а можем закрепить его в соответствующие пазы ручка выбора регулирует скорость движения вашей робот каретки но не обольщайтесь робот каретка движется достаточно медленно именно поэтому многие называли еще и черепашкой ну и конечно же вам потребуется свободная розетка для того чтобы подключить у вашего робота к сети задней нити водитель который вы можете завести а можете и не заводить нить а рассчитан на узелки если в пряже есть узелки узелок приведет в движение вверх рычаг и каретка ваша остановится также есть рычаг обрыва нити этот рычаг устанавливаем сверху на рабочую нить заправленную как обычно и в случае обрыва нити ваша робот каретка также остановится давайте выполним небольшой образец первым делом на самом корпусе робот каретки все рычаги передвинем вправо установим нашу робот каретку на вязание одного ряда здесь находится съемный счетчик рядов который будет считывать ряды на вашей вязальной машине также в комплекте к роботу еще идет и рычаг для лекального устройства но так как я не пользуюсь лекальным устройством здесь он у меня не установлен а замок нити водителя отведем в сторону и рабочую нить заведем в нити водитель замок закроем конец нити можем зафиксировать на струбцине для того чтобы ваша робот каретка набрала петли начального ряда она да он может набирать петли начального ряда включаем машину нажимаем на кнопку он абсолютно не важно что у вас здесь до этого было включено начинаем движение вашего робота аккуратненько поднимаем крышку и переводим поближе к набору петель обратите внимание на табло вашей машины должна загореться кнопка g кнопка g загорелась красненьким замечательно для наборного ряда нам остается нажать на кнопку и нажимаем на кнопку старт устанавливаем желаемую плотность набора конец атакует на клавишку из моих немецких кусочков из миску Робот-каретка. Когда прошел и набрал нужные вам петли, нажмите на кнопку Стоп. Красная кнопка на вашем роботе. Для того, чтобы у вас не было проблем со сбрасыванием петель, конечно же, кроме того, что вы должны выбирать все-таки качественную пряжу, предназначенную для вязания на вязальных машинах, и не только потому, что возможен в случае неподходящей пряжи сброс петель, но также и поломка иглы робот-каретки, которая выглядит вот так. И стоит такая игла достаточно дорого. Поэтому эксперименты с неподходящей пряжей обойдутся вам также достаточно дорого. Если вы внимательно посмотрите на эту иглу, вы увидите, что головка иглы немного изогнута. Не пытайтесь выровнять эту иглу по примеру других машинных игл. Иначе ваша игла просто придет в негодность. Язычок иглы слегка подпружиненный. Он таким и должен оставаться. Периодически хорошо смазывать язычок промасленной ветошью. Теперь необходимо навесить наборную гребенку. Однофонтурной гребенки будет вполне достаточно. Укрепляем ее позиции двумя грузами-кравиками. Также можем воспользоваться двумя стоперами, в которых есть правый, и обозначен он буквой А английской и левой. Устанавливаем стоперы. Отключаем кнопку МЭМа. Переводим верхний рычаг в положение J. Переводим рычаг нижний. Оставляем на месте. Он показывает направление вязания, куда сейчас будет двигаться каретка. И будет двигаться она вправо. И второй рычаг переводим в крайнее левое положение. Большой левый. Рычаг приносит. Красивая лепестка. Загрузки. Поксичь. Сверхаг. Эта. Мы делали установку на один ряд. Провязав один ряд, ваша робот-каретка остановилась. Почему очень часто в описаниях к робот-каретке в магазинах пишут о том, что ваша робот-каретка может заменить нижнюю игольницу? Это не совсем так. Частично это да, но частично, конечно же, и нет. В чем да? В том, что ваша робот-каретка имеет возможность одновременного провязывания в одном ряду на одной фантуре провязывать изнаночные и лицевые петли, тем самым создавая комбинации рисунков, которые используют лицевые и изнаночные петли. Так, например, многими любимая платочная вязка с легкостью будет выполнена с помощью робот-каретки. В ваших каталогах отведено несколько страниц для рисунков, используемых робот-кареткой. Но это не значит, что только эти рисунки вы можете выполнять с помощью робот-каретки. Вот, например, любые резинки 1х1, 2х2, 3х3, 4х4 и до бесконечности не представляют никакой сложности для вашего робота. С легкостью с ними справятся. Также платочная вязка для этого достаточно ввести в вашу машину номер рисунка. Ваша робот-каретка может вязать рисунки абсолютно любые. Например, используя схему фангового рисунка, жаккардового рисунка, вы сможете создавать новые переплетения. Например, в случае жаккардового рисунка. Часть петель одного цвета будет провязываться лицевыми петлями, часть петель, которые провязываются другим цветом, будут провязаны изнаночными петлями, за счет чего вы получите фактурный рисунок. Для того, чтобы передвигать вашу робот-каретку по игольнице, нельзя тянуть ее в сторону. Для этого нужно поднять верхнюю часть робот-каретки. Легким движением вы можете перемещать ее по игольнице. Выберем пластичное переплетение под номером 534. Нажимаем на кнопку Step, выбираем номер рисунка 534. Step, Step, Step. И мы готовы вязать. Еще раз нажимаем на кнопочку Start, но прежде чем нажать на кнопку Start, мы с вами установим количество рядов, которые хотим провязать. И пусть, например, это будет 20 рядов. Также у нас с вами установлен рычаг, который будет взаимодействовать со счетчиком рядов. И сейчас мы с вами увидим, как легко это происходит. Нажимаем на кнопку Start, и наша робот-каретка сейчас без нашего участия провяжет нам 20 рядов пластичным переплетением. А в это время мы можем сходить и успеть выпить, например, чашечку боти. Когда наша робот-каретка провяжет 20 рядов, она просто остановится. Продолжение следует... Теперь мне бы хотелось вам показать, что случилось бы, просто в моей пряже узелков нет, но что случилось бы, если бы в нашей пряже, предположим, был узелок. Итак, мы с вами говорили о том, что здесь находится рычаг-датчик узелков. Этот рычаг имеет достаточно узкое отверстие. При попадании в это отверстие узелка произойдет вот такое движение. И вы видите, ваша робот-каретка остановилась. И у вас есть возможность принять решение, что делать с этим узелком. Снова запускаем наш робот. Достаточно нажать на кнопку стат, и он будет работать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РЫБАЛЮodar Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Провязали с вами желаемую длину полотна, подвигаем немного в сторону нашего робота, убираем стоперы. Это важно запомнить, чтобы у вас не возникало недоразумений и проблем. При наборе петель, при закрытии петель робот-каретка должна быть обязательно справа от вязания. Отключаем вязальную машину, нажимаем на кнопку OFF. Установка робота точно такая же, как и при наборном ряде. Все переводим вправо. Краевую полупетлю подхватываем и навешиваем на ближайший зуб машины. Справа, слева. Я вязала на плотности 4. Для закрытия петель необходимо увеличить плотность минимум на 2-3 значения. И для ластичных переплетений лучше, если мы с вами установим плотность 7. Плюс 2-3 значения, иначе ваш закрытый край окажется стянутым. Ваша робот-каретка готова к тому, чтобы закрыть петли. Давайте это и сделаем. Нажмем на кнопку START. Теперь самое время нажать на кнопку STOP. Можем взять ножнички, обрезать рабочую нить. Такие красивые, острые, элегантные ножницы вы можете приобрести в магазине SOSHOP. Все для рукоделия. Они очень удобны и также хорошо помещаются в пенал для инструментов. И всегда у вас под рукой. Освобождаем нить. Отодвигаем нашу каретку. Снимаем полотно. Закрепляем петлю. Освобождаем наше полотно от грузов. Вот мы с вами получили эластичную резинку. И связали мы ее на одной фонтуре с помощью робот-каретки. И вовсе без использования нижней иголицы. Именно для этой пряжи такой вариант вязания резинки очень актуален. Потому что у меня в руках нежнейший кашемир, который не очень любит провязываться на двух фонтурах. Несмотря на то, что он бобинный и предназначен для машинного вязания. Но этот кашемир представляет собой очень нежную нить, которая не выдерживает натяжения двух фонтур. Поэтому для такой пряжи вот такой выход из положения, а именно вязание резинки и эластичных переплетений с помощью робот-каретки очень актуален. А прибавление плотности плюс 3 при закрытии петель позволило нам, вы видите, получить абсолютно одинаковый как наборный, так и закрытый край. Поэтому иметь или не иметь решать вам, но, конечно же, лучше все же иметь и наслаждаться возможностями еще большими вашей машины. С вами была я, Лорейн Волхард. Всего доброго. Вяжите вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok